Германия. К февралю 1945 года советская армия, освободив от нацистских захватчиков почти всю восточную Европу, оказалась в 70 километрах от Берлина. Положение гитлеровской Германии было уже безнадежным, но ее армия все еще представляла собой серьезную силу. Штурм столицы Третьего Рейха начался 16 апреля 1945 года. Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились с западнее Берлина, завершив окружение группировки противника. Во время ожесточенных боев за город 78 291 солдат Красной Армии погиб. 30 апреля на крыше Рейхстага было установлено Знамя Победы, а 2 мая состоялась долгожданная капитуляция Берлина. Битва за Берлин стала заключительным сражением в Великой Отечественной войне. 8 мая 1945 года в Харлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция Красной Армии вместе с мужеством советских солдат и офицеров привели к закономерному итогу – победе в войне и спасению мира от нацизма. После штурма Берлина и капитуляции Германии советские власти приняли решение – восстановить город из руин и спасти мирных жителей от голодной смерти. Уже с 13 мая 1945 года советское командование организовало бесплатную раздачу еды берлинцам. Суточный рацион для взрослых работающих немцев составлял 600 граммов хлеба, 80 граммов крупы и 100 граммов мяса. Все дети получали по стакану молока в день. Под руководством 1-го советского коменданта Берлина генерал-полковника Николая Берзарина в городе была восстановлена работа системы канализации и водоснабжения, тем самым предотвращена вспышка тифа и дизентерии. Местным жителям были сделаны профилактические прививки против опасных эпидемических заболеваний. Были открыты 52 станции метро. Возобновились занятия в школах. Начали работать 92 больницы, 6 станций скорой помощи, 10 родильных домов. 33 тысячи жилых зданий были подключены к электросетям. Берлин был возрожден благодаря советским солдатам, офицерам и инженерам. В 2022 году Германия приняла широкий пакет санкций против России, в том числе остановив сертификацию Северного потока-2. Российским артистам дали выбор – публичное осуждение собственной страны, либо потери контрактов. Травле в школах подвергаются русскоговорящие дети. Администрация учебных заведений не видит в этом ничего страшного. Русскоговорящим жителям Германии бьют стекла в автомобилях. Им могут отказать в обслуживании в ресторанах или избить на улице. 5 марта 2022 года в Берлине прошла массовая акция против русофобии западных стран. Спустя 77 лет Германия вернулась к геноциду русскоговорящего населения.